Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. В Израиле громкий скандал в сфере безопасности. Сегодня целый день продолжался поиск арабских террористов, сбежавших из израильской тюрьмы Гильбоа. Полицейские, сотрудники спецслужб и военные ищут беглецов не только на израильской территории, но и в палестинской автономии. В частности, сообщается о поисках шести беглых боевиков в окрестностях Дженина. Вдоль разделительного забора на автотрассах Иудеи и Самарии, а также вокруг Рамаллы установлены дополнительные блокпосты. Военные спецслужбы Израиля контролируют подходы к районам, в которых проживают семьи и родственники сбежавших бандитов. Установлены блокпосты на трассах в центре Израиля и других регионах страны. Как стало известно, побег был совершен в ночь на 6 сентября из тюрьмы Гильбоа, где содержатся особо опасные террористы, осужденные на длительные сроки заключения. С помощью туннеля на свободу ушли шестеро заключенных террористов. Пятеро – активисты исламского джихада. Но главное – один из наиболее одиозных главарей группировки «Фатах» – Закария Зубейди. Руководство террористической организации «Исламский джихад» заявило, что организатором побега заключенных из израильской тюрьмы является боевик их группировки «Махмуд Арда». «Исламский джихад» называет этот побег героической операцией, которая шокировала израильскую систему безопасности. Заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые немедленно обратились в полицию. Первый звонок на экстренный номер 100 в полицию поступил в час сорок девять ночи, когда водитель такси, ехавший по трассе со стороны Афулы в Бейджиан, сообщил, что заметил около дороги нескольких мужчин в одинаковой одежде, бежавших по полю и скрывшихся среди кустов. Через семь минут в указанный район прибыл полицейский патруль. Затем информация о возможных беглецах была передана в управление тюрем Израиля, где к половине четвертого утра было установлено, что из тюрьмы Гильбоа действительно исчезли трое заключенных. А еще через полчаса стало ясно, что пропали все шестеро. И только тогда была начата полномасштабная поисковая операция. Следствие подозревает, что сотрудница тюремной охраны Шабас, дежурившая ночью на наблюдательной вышке, рядом с которой находился выход из туннеля, просто заснула на своем посту. Также стало известно, что накануне побега Закария Зубейди попросил администрацию тюрьмы перевести его в камеру, в которой сидели члены террористической организации «Исламский джихад». Как впоследствии выяснилось, именно в этой камере находился прорытый туннель. Отмечается, что несмотря на действующее в тюрьме строгое правило, требующее разделять боевиков различных террористических группировок, просьба Зубейди почему-то не вызвала подозрений у сотрудников управления тюрем. И он был без проблем переведен в нужную ему камеру. В ходе расследования также выяснилось, что во время вечерней проверки охранник, обнаруживший Зубейди в чужой камере, спросил его, как он там оказался. Но заключенный спокойно ответил, что у него уже есть разрешение от начальника тюремного блока. Стало известно о еще одном провале сотрудников тюремной охраны, на иврите сокращенно Шабас. Камеры наблюдения, установленные в тюрьме, зафиксировали необычную активность заключенных. Однако охранники, которые должны были отслеживать поступающие на мониторы изображения, ничего этого не заметили из-за невнимательности. Наконец, еще один факт восхитительной израильской безалаберности. Подробные чертежи одной из самых охраняемых тюрем Израиля, как выяснилось, можно было легко найти на веб-сайте архитектурного бюро под названием Порей Яакоби Карни. На этом же веб-сайте находились чертежи еще нескольких израильских тюрем, в проектировании которых принимали участие архитекторы указанного бюро. На чертежах можно было увидеть во всех подробностях территорию тюрьмы, а также ее внешние стены. После побега заключенных боевиков сайт был сначала заблокирован, а затем с него были, наконец, удалены все планы и чертежи. Тем временем израильские силовики работают сегодня не покладая рук. Уже вызваны на допросы родственники беглецов, в частности, отец и брат одного из бежавших джихадистов, Айхама Камамджи. По словам его родственников, агенты Шабак требовали от отца выдать сына. Между тем, следователи исходят из предположения, что беглецы разбежались в разные стороны, и некоторые из них все еще могут находиться на израильской территории. Есть данные, что группа разделилась примерно в трех километрах от тюрьмы Гельбоа. Продолжаются поиски в окрестностях Афулы и Бейджана. Не исключено, что кто-то из бежавших попытается пересечь границу с Иорданией или даже с сектором Газы. Ну а пока сотни боевиков исламского джихада, сидящих в тюрьме, переведены в другие блоки и другие тюрьмы, расположенные в других районах страны. В одной из арабских деревень, между тем, в районе города Афула, уже арестованы трое подозреваемых в оказании помощи сбежавшим. Они снабдили их едой. И все же наиболее неприятным фактом в этом инциденте является то, что среди сбежавших один из символов молодого поколения палестинского терроризма, одиозный главарь боевиков Фатха Закария Зубейди. Родился он в 1976 году в лагере беженцев в Дженине. Его отец был арестован еще в 60-х годах за террористическую деятельность. После выхода из тюрьмы Мухаммад Зубейди работал на израильском заводе. Стал активистом миротворческой организации и умер в 1985-м. Мать Закарии, создавшая вместе с израильтянами совместный детский сад и театральную труппу, также принимала участие в деятельности миротворческих организаций. Она погибла в марте 2002-го во время одной из операций израильской армии в Дженине. Ну а сам Закария Зубейди стал активным участником антиизраильских акций еще подростком. В 1989-м во время одного из столкновений он был ранен в ногу, но после лечения в школу возвращаться не стал и в 16 лет был вновь арестован. Провел в тюрьме полгода. Затем арестовывался за нападение на израильских военных. Провел в тюрьме еще 4 года, где вступил в партию Фатх. После ословских соглашений он был освобожден из тюрьмы по амнистии. Но в начале 2000-х годов он стал одним из главарей так называемой непримиримой оппозиции в партии Фатх. Возглавлял группировку бригад мучеников Аль-Аксы, действующую в Самарии. В конце июня 2003-го сам Ясир Арафат даже вел в Закарии Зубейди отдельные переговоры, чтобы добиться от излишне самостоятельного главаря боевиков гарантии прекращения нападений на израильтян в период действия перемирия с Израилем, так называемой Удны. В то же время существовали документальные свидетельства, что группировка Зубейди напрямую финансировалась Арафатом. Около 10 тысяч долларов в месяц. Не чурался он и рэкетом против своих. Именно Зубейди стоял за похищением мэра Джанина Хайдера Иршида, а также нападениями на министра здравоохранения автономии Джавада Тиби и председателя Палестинского совета по экономике и развитию Мухаммада Штайе, будущего премьер-министра палестинской автономии. Израильские военные не менее 12 раз предпринимали попытки захвата или ликвидации Зубейди. В ходе одной из таких операций в 2004-м он был ранен. Получил сильный ожог лица в результате производственной аварии при изготовлении бомбы. И с тех пор его лицо стало землистого цвета из-за ожога. Закария Зубейди считался одним из самых молодых главарей боевиков партии ФАТА. Его карьерный взлет был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции «Защитная стена» в апреле 2002-го. Западной прессой имя Зубейди впервые было упомянуто в июле 2003-го, после того, как он похитил мэра Джанина. Неформальную роль, которую, как он сам заявлял, ему навязали израильтяне, шериф города Джанин. Осенью 2008-го израильские службы безопасности по просьбе власти автономии вычеркнули Зубейди из списка разыскиваемых террористов. Но в 2012-м Зубейди был арестован самими палестинскими силовиками по подозрению в организации атаки на дом губернатора Джанина Кадуры Муссы. Через несколько месяцев он был отпущен под залог и стал чиновником Министерства по делам палестинских заключенных. В итоге он был снова арестован израильскими спецслужбами уже в феврале 2019-го. Ему были предъявлены обвинения по 24 пунктам в подготовке терактов. Он был обвинен в причастности к обстрелам израильских поселений Бейт-Эль и Меводу-Тан. До этого Зубейди купил за 7 тысяч долларов армейский пулемет, предположительно похищенный с израильской военной базы. Кроме того, он с сообщником пытался привести в действие бомбу на пути следования автобуса с израильтянами. Но взрывное устройство, к счастью, не сработало. Затем он организовал теракт самоубийства, которое планировалось осуществить в Хайфе. Но в итоге бомба, положенная в игрушечную коляску, взорвалась на КПП. Были убиты двое палестинских арабов, и еще двое пограничников получили ранения. По совокупности совершенных преступлений, в соответствии со сделкой о признании вины, Закария Зубейди сел на 15 лет. И накануне, как теперь уже известно, он бежал. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин